На календаре первые дни декабря. А это значит, что уже пора готовиться к Новому году. Предновогодний хлопот – это, наверное, самая интересная часть самого праздника. Такое вот волшебное настроение чувствуется и у нас на канале. В следующем сюжете мы хотим показать, как наша съемочная команда и звезды отечественного шоу-бизнеса работают, дабы подарить вам сказочное предновогоднее настроение. Режиссер на месте, звук готов. С самого раннего утра на телеканале Хит-ТВ можно услышать подобного рода команды от съемочной группы. В этом году на экранах своих телевизоров вы увидите не только ярких звезд отечественного шоу-бизнеса, но и вот таких четвероногих друзей. У нас идет активная подготовка к Новому году. Мы хотим это настроение на весь канал, наверное, распространить. Также подарить это чудное настроение нашим телезрителям. Все сегодня нарядные, все вот как будто на елку пришли. Также в съемках принимают участие наши друзья. Я, год какой, мы все знаем, собаки. Поэтому представители различных пород тоже сегодня здесь. И вы все это сможете увидеть чуть позже. Сегодня мы записывали поздравления новогодние. Кстати, вот позади меня ребята, которые всегда остаются за кадром. Это режиссер Ерлан и оператор Нурбек. В принципе, два-три дубля мы сделали. Ребят я сильно не мучила. И они меня тоже не мучили. Все прошло очень хорошо. Работа кипит не только в студии, но и в редакциях, где каждый журналист работает над тем, чтобы подготовить для зрителей новогодние выпуски. В программе «Хедлайнер» вы узнаете итоги уходящего года. Что ждут в подарок от Деда Мороза звезды шоу-бизнеса и хорошо ли они себя вели в течение года. Я думаю, Санта-Клаус был бы очень доволен. Деду Морозу я верила очень долго. Если бы Санта меня наругал за плохое поведение, то это, наверное, за то, что я часто опаздываю. Наверное, Санта-Клаус меня поругает за то, что я не могу встать вовремя по утрам. И я каждый раз будильник вот ставлю по 10 раз и в 6 ставлю. И сама просыпаюсь в 6.40. Я думаю, что Дед Мороз мной очень доволен. Я, в принципе, вела себя хорошо. Единственное, что мне не нравилось, я в этом году прям не могла собраться. Мне постоянно хотелось спать, мне хотелось прилечь. Обаятельная ведущая реалити-шоу «Шоперкас» Анель Али Аскар обещает, что новогодний выпуск ее программы будет очень веселым. Новогодний выпуск будет «Шоперкас». В ней будет участвовать мой любимый певец «Сакен Магазиев». И как раз-таки съемка у нас будет проходить завтра. Я надеюсь, она будет очень веселой. У нас там много-много сюрпризов. Всеми любимая программа «Журек Жалгайх» тоже готовит сюрприз для своих телезрителей. В новогоднем выпуске на кухне будут радовать своими праздничными блюдами «Снегурочка» и «Дед Мороз». А в программе «Факультет наук» вы узнаете все о главном украшении новогоднего праздника – о мандаринах. Ну а в скандально известной программе «Аши Шенды» вы узнаете, кто стал самой популярной звездой уходящего года и сколько зарабатывают звезды на новогодних корпоративах. Готовьтесь к просмотру новогоднего эфира на телеканале «Хит-ТВ». Мы не дадим скучать своим телезрителям.